Приветствую, друзья! Какой главный вывод мы можем сделать из Пригожинского похода на Москву? Примерно так будет выглядеть смена власти в России. Мы пришли сюда для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем. С начала войны с Украиной количество сценариев мирной смены режима начало катастрофически сокращаться. А после Пригожинского мятежа мирных вариантов, похоже, не осталось совсем. В принципе, к этому шло давно. Все 20 с лишним лет свое управление Путин последовательно закрывает все возможности для законной и мирной смены власти в стране. У оппозиции, любой реальной оппозиции, нет доступа к большинству СМИ. В общем-то и СМИ-то уже нет. На выборы независимых кандидатов не пускают. Независимое финансирование политической деятельности получить невозможно. Сами выборы отчаянно фальсифицируются. Да что там говорить, даже публичное высказывание о необходимости или желательности смены власти теперь криминализовано. За эту глубоко на самом деле конституционную мысль вы можете получить обвинение в диапазоне от экстремизма до госизмены. То есть, за 20 лет правления Путин создал такую псевдоправовую рамку, в которой смена власти является незаконной и уголовно наказуемой. Именно поэтому для меня мирный сценарий смены власти уже достаточно давно стал выглядеть утопическим проектом. Но потом Путин начал войну. С началом войны ставки резко выросли. С одной стороны, цена потери власти для этого режима возросла. Теперь после ухода из власти они могут рассчитывать только на тюремную камеру. Причем со сроками, которые получают военные преступники. С другой стороны, на волне шовинистической и патриотической пропаганды в стране появилась новая сила – национал-патриоты. Часть из них, конечно, диванные вояки, но часть умеет и привыкла держать оружие в руках. И свои интересы они готовы отстаивать методами, далекими от парламентских дискуссий и электоральных компаний. Таким образом, с начала войны цена ухода из власти для путинских приспешников возросла. Соответственно, желание мирно отдавать эту самую власть осталось лишь в фантазиях у розовых пони. А новые политические силы, появившиеся в ходе войны, более склонны к насилию и использованию оружия, чем, например, скажем, полицовет партии «Яблоко». Будет меняться общее настроение, будут меняться приоритеты общественных ценностей, и так будет меняться власть в России. Сначала меняется общественное мнение, потом меняется власть. Как? Мне бы хотелось, чтобы мирно. Это ведь достаточно очевидные вещи. Я их многократно проговаривал в статьях, в эфирах, в интервью, и Пригожинский мятеж только подтвердил мою правоту. Подтвердил, во-первых, потому, что произошло все равно так, как я и предупреждал. Вооруженные, прошедшие фронт национал-патриоты выступают против слишком мягкой и слабо воюющей власти. Если бы действие во время начала спецоперации выполняло подразделение по уровню обученности, как ЧВК «Вагнер», то, возможно, спецоперация длилась бы сутки. Во-вторых, потому что успех мятежа Пригожина просто не оставляет никаких иных шансов, кроме как своего повторения. Это по картинке в соцсетях может показаться, что весь марш справедливости был каким-то адским карнавалом, чем символом стал танк, застрявший в воротах цирка. Но в реальности Пригожинский мятеж показал и доказал всем заинтересованным лицам, что власть в позднепутинской России буквально лежит на земле. И поднять ее может любой человек с пятью, ну, десятью тысячами штыков за спиной. Мы сюда приехали, мы хотим получить начальник генштаба и шайки. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. И вот здесь мы переходим к главной проблеме и главному нерву случившегося мятежа. Человек, у которого сейчас за спиной пять-десять тысяч штыков, по определению не может быть приятным нам типом. И Пригожин здесь идеальная иллюстрация. Он бандит, он убийца и военный преступник. Но своими действиями он подрывает власть Путина. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Что в этой ситуации делать демократической оппозиции? Мы-то все готовились на честных выборах власть получать. Да ведь? А тут вот оно как. И возник простой вопрос. Мы хотим падения режима Путина? Или пусть правит, пока сам себя не сменит? Давайте без агрессии, без вот этого, да, хаоса. Не нужно. Он никому не нужен, господа. Моя позиция предельно проста. Надо пользоваться ситуацией и поддерживать действия, раскачивающие режим. Применительно к мятежу Пригожина надо было поддерживать этот мятеж. Для тех, кто судит в моих словах по перепевам кремлевских провокаторов, повторю. Не поддерживать Пригожина как персональную альтернативу Путину. А поддерживать те действия, которые ведут к расшатыванию, ослаблению и делегитимизации режима. А еще лучше, пользуясь создавшейся ситуацией, самим демократическим силам взять власть и уже не отдавать ее ни Путинам, ни Пригожинам. А как можно взять власть в такую ситуацию? Ну тут, извините, другого способа, кроме как принимать то или иное участие в силовых действиях, нет. Не обязательно стрелять, если не умеешь. Да и вообще стрелять, может быть, будет не обязательно, если враг растерян и не готов сопротивляться. Но создать угрозу и на ее фоне брать власть необходимо. К этому я сразу и призвал. И вот здесь очень важный момент, который стоит проговорить. Мне, как и большинству нормальных людей, насилие в целом не нравится. Я, может быть, и жесткий руководитель, но все проблемы предпочитаю решать переговорами, компромиссами, коалициями и так далее. Но, как я уже говорил, режим перекрыл все возможности для легальной и мерной смены власти. И вскормил ровно те силы, которые решают проблему только оружием. А теперь Пригожинский мятеж продемонстрировал, что вооруженным насилием, причем, заметьте, даже не самим насилием, а угрозой такого насилия, власть можно достаточно легко взять. Не был убит ни один солдат на земле. Были блокированы и обезврежены все военные объекты, которые находились по дороге. Не погиб никто из тех, кто находился на земле. В такой ситуации не встает выбор, менять ли власть на выборах или менять ее при помощи силы. Этого выбора просто нет. В ситуации Пригожинского мятежа, кто бы не победил, Путин или мятежники, никто из них не собирался взять и провести честные выборы во благо демократической оппозиции. Нет сейчас опции смена власти в результате мирного протеста и честных выборов. Мы эту станцию проскочили 10 лет назад. И следующее, к слову, будет лет через 15, ну или может через 50. Власть будет меняться силой или угрозой применения силы. И не потому, что кому-то, например, Ходорковскому это нравится. Я видел те фанерные щиты, с которыми здесь стояли против автоматных пуль. Плакать хотелось. Это страшно. Просто выбора нет. Выбор на самом деле в другом. Выбор сейчас. Будет ли вообще меняться режим? И может ли демократическая оппозиция добиться того, чтобы ее интересы, интересы тех миллионов людей, которых она представляет, были учтены при смене режима? А для этого надо в этой самой смене режима участвовать. А не стоять на обочине исторического процесса в белом пальто и в соответствующей позе. И вот стоит только эти очевидные на самом деле вещи проговорить, стоит только прямо сказать, что альтернативы у вооруженной смены режима нет, как появляется шквал критики. Но как же можно поддерживать бандита, такого как Пригожин? Буду повторять снова и снова. Гранату с выдернутой чекой и отлетевшим рычагом поддерживать не стоит. А вот не использовать глупо, желать Пригожинных на место Путиных идиотизм, не помогать одним ослаблять других, идиотизм не меньше. Но как воспользоваться результатом их взаимоослабления? Это можно только, если сам являешься силой. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас. Следующий тезис о том, что нельзя поддерживать никакой силовой сценарий смены режима, потому что вдруг случайно к власти придет кто-то худший. Так вот этот тезис просто смешон. Вы что, считаете, что кто-то может быть серьезно хуже Путина? После той войны, что он развязал? После постоянных угроз всему миру ядерным оружием? Да. Вот я лично сомневаюсь. Шило на мыло? Возможно. Но тут же все зависит от нас. Если даже ослабевшая власть нам не по зубам, то и говорить-то не о чем. И здесь мы переходим к следующему моменту критики по поводу силовой смены власти. Мне говорят, что нельзя обращаться к силовому сценарию, поскольку могут пострадать и даже погибнуть люди. Люди, которые, не дай бог, услышали бы этот призыв в России, вот они, в отличие от вооруженных сил Пригожина, были бы уже просто расстреляны и на месте без суда и следствия, как вооруженные люди, угрожающие власти. Звучит вроде убедительно и разумно. До войны. Сейчас трусливо и глупо. Вообще-то этот режим полтора года назад развязал кровопролитную войну с соседней страной. За это время погибли сотни тысяч людей с обеих сторон. Прямо сейчас, пока я готовил это видео, Путин убил ракетой 12 человек в центре Камоторска. Или это не считается за жертвой? К сожалению, мы поставлены в такую ситуацию, когда надо делать нелегкий выбор. Можно честно себе сказать, что выбор слишком сложный. И самоустраниться. Это будет означать, что мы самоустраняемся от определения своей судьбы и судьбы своей страны. Это значит, что мы не готовы к риску, чтобы остановить войну. Вариант? Да. Только не надо врать самим себе. Не надо обманывать себя и окружающих, что есть какой-то простой, правильный и мирный способ прекратить массовые убийства и все наладить. Нет его, к сожалению. Придется участвовать в вооруженной борьбе или подчиниться тем, кто в ней победит. Вот можно ли к такой борьбе призывать, будучи не в России? Это частый аргумент, который удивительным образом встречается и у некоторых представителей демократической оппозиции, и у кремлевских троллей и ботов. Человек, который призывает людей публично на смерть, находясь, я даже не знаю где, в Европе, совершает моральное преступление перед людьми, живущими в России. Давайте поставим вопрос по-другому. А можно ли призывать к силовому противостоянию с властью из России? Можно. Но только один раз. Безусловно, высказать позицию по этому вопросу в Москве или Белгороде возможно. Зная, что гарантированно попадешь в тюрьму. И это мужественное решение. Свою готовность пойти в тюрьму я уже демонстрировал. И провел в этой тюрьме времени больше, чем кто бы то ни было из российской оппозиции. И я не так-то уж боюсь туда еще раз попасть. Проблема только в одном. Из тюрьмы очень сложно работать. А координировать борьбу с путинским режимом, да еще и рассматривать силовые сценарии, оттуда вообще никак. Поэтому правильный ответ на вопрос, можно ли из-за границы призывать к силовому противостоянию с властью, он очень прост. Только из-за границы и возможно. А в России деятельность может быть только подпольная. Никаких иных вариантов нет. Я понимаю, что всем хочется европейской политики с программами, избирательными кампаниями, дебатами, честными выборами. И она будет. Но для этого сначала придется драться. Реальность такова, что у нас есть авторитарный режим, который закрыл все лазейки для своей смены. Этот режим каждый день убивает десятки, сотни и тысячи людей на войне. Отправляет политических оппонентов в тюрьмы. Этот режим не готов уходить мирно, но продемонстрировал, что достаточно легко капитулирует только при угрозе применения вооруженной силы. Это то, что у нас есть. Это та реальность, в которой придется действовать. Счастливо вам. Нам всем хотелось бы мирного сценария, но он, похоже, уже невозможен. И кто-то должен был сказать об этом прямо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...